С начала года я ждал каких-то крупных инфоповодов по Xbox, поскольку мой канал по большей части посвящен данной консоли, и пожалуй я дождался, только не в том ключе, в котором хотел. Название данного ролика, конечно, очень громкое, но более подходящего, увы, я придумать не смог. Сегодня мы поговорим о новой стратегии Xbox, которая сейчас всплывает в сети и, вероятнее всего, окажется правдой. Может быть, конечно, этого не произойдет, но инсайдеры пока подтверждают всю эту информацию, и если же она все-таки окажется правдивой, консоль Xbox в будущем может прийти конец. Начнем, наверное, с того, что я уже выпускал недавно ролик о том, что Xbox, скорее всего, начнет сливать эксклюзивы на другие платформы, но этот видос не зашел. Не знаю на самом деле почему, но сейчас же по подобной теме всплывает еще больше информации, в которой, скорее всего, сольют еще больше масштабных проектов. И вместо того, чтобы писать сейчас херню в комментариях, а-ля Джамбо опять сноит, у Xbox все будет хорошо, советую досмотреть видос до конца, ибо многие даже иногда не улавливают смысл, глядя просто на превью и название видео, да. В общем, из-за уст инсайдеров сейчас всплывает информация о больших изменениях в теме Xbox, который будет направлен уже на выпуск игр на другие платформы. Если же слив моря воров, хайф и раш мы в целом уже рассматривали, и к этому можно отнестись спокойно, ибо игры отчасти старые, или там не такие, за которые держатся фанаты, и всего лишь пару, то в этом списке, вероятнее всего, окажутся еще такие игры, как Starfield, Hellblade 2, Indiana Jones. Да и в целом, такое решение будет исходить от лица Сары Бонд, нового президента Xbox, который, мне кажется, наворотит еще делов, и думаю, что она может добить Xbox как консоль прям окончательно, ибо данные решения окажутся просто абсурдными. Просто, знаете, это уже более серьезный звоночек, поскольку это показывает то, что, делая такие игры эксклюзивно под Xbox, они не дают должного результата, который бы удовлетворял финансовую сторону Microsoft, и за счет выпуска некоторых игр на другие платформы, они хотели бы максимизировать свою прибыль. В целом, тут нет ничего страшного для игроков, конкретно сейчас, и даже плюс для игроков на плойке, что у них еще будет больше классных игр, но, так или иначе, это дает очень тревожный звоночек на будущее конкретно консоли Xbox. Именно консоли, не бренда. Ибо многие иногда не понимают, о чем идет речь, и почему-то Xbox употребляет с точки зрения бренды, а-ля ПК это тоже Xbox, хотя в целом это не совсем так. Сейчас же я говорю чисто про консоль, на которой майкам, честно говоря, уже давным-давно стало все равно. Я хоть это уже давно говорил, но мало кто слышал и учитывал это всерьез, но в целом их политика за последние полтора года это только подтвердила. Вот вы спросите, ну вот окей, допустим, сольют эти игры на плойку, а что дальше? Xbox не станет от этого хуже. Вы полностью будете в этом правы, Xbox, а конкретно Xbox Series останется такой как есть, с теми функциями, играми, возможностями, обратной совместимостью, с мега простым и дешевым входом в мир видеоигр при помощи Xbox Series S и со своей подписочкой Game Pass, которую, кстати, вы всегда можете приобрести у ребят из X Games, да, ссылочка будет в комментариях. Но проблема кроется в том, что еще один плюс Xbox просто уходит, что в целом потребителя дальше заставит больше задуматься в пользу других платформ. И если их стратегия в этом окажется успешной, то в целом не удивляйтесь, если будущие проекты или даже какие-то мега-хиты а-ля Forza, Halo, Gears перекочуют тоже на плойку. Об этом, кстати, тоже слухи ходят. Опять же, я как игрок, который могу сам выбирать, где и как играть, проблем не ищаю, ибо есть предложение, я его либо использую, либо нет. Но поскольку мне нравится именно консоль Xbox, я прекрасно понимаю, что в будущем ее может просто не быть из-за ненадобности большей части комьюнити. Поскольку Microsoft уже давно не думает, как продать консоль и сделать ее лучше, а если она думала продать подписку, то, возможно, в скором времени она целью поставит стать неким издателем игры при условии того, что она сейчас является самым крупным игроком в этом плане. Она реально может это реализовать, что в целом существование консоли уже не особо в приоритете. Поясняю. Если изначально две компании пытались привлечь игрока на консоль, дабы продать ему игры, подписки, аксессуары и прочую тему, так скажем, найти постоянных пользователей именно для своей консоли, делая ее как можно привлекательнее, то сейчас Microsoft отдает себе отчет, что ей это не удается сделать. Года идут, но продажи консоли Xbox, к сожалению, не особо в лучшем положении для Microsoft. И та же плойка сейчас впереди и далеко, и по этому силу не раз говорил, что они не хотят больше конкурировать. Сейчас же Microsoft попытается зайти уже на более широкую ногу при помощи не своих сервисов, а рядом подписки, облачного гейминга, а с точки зрения игр на другие платформы, мол, чуваки, если у вас плойка, не переживайте, вы все равно нам заплатите, хотя бы через игры. Это как с колдой, они вряд ли будут делать ее эксклюзивно, ибо часть игроков все равно останется на плойке, и они не смогут перевести их всех, а так они продадут и там, и там, еще и в подписку расширят. Соответственно, в этой теме консоль Xbox особо не нужна. Кстати, если что, слухи о колде действительно есть, и там говорят, что она все-таки может не попасть в подписочку Game Pass, и если это будет так, то в целом вся эта теория, к сожалению, она просто подтверждается. Кстати, если вы вдруг хотите актуальные новости по Xbox, а также бесплатную раздачу игр, то залетайте в наш ТЛРМ канал, ссылочка будет тоже в комментариях. Как по мне, Microsoft, возможно, не откажется от подписки, будет ее какое-то время продвигать, ибо все равно видит в этом пока перспективу, но у игроков будет еще меньше смысла брать Xbox, если они будут делать ту самую стратегию. Для особых зрителей, которые иногда не понимают, поясняю. Xbox сейчас никуда не уходит. Если у вас Series S, Series X, они также продолжат функционировать, доживут до следующего поколения, поэтому если вам покайфует консоль, сидите, играйте, кайфуйте. Главное в России ошибку DNS решите и все. Но вот насчет следующего Xbox, а именно в его надобности, есть большие сомнения. Да, возможно, он выйдет, но какой, для чего и насколько он будет нужен, это уже очень большой вопрос. Как по мне, Microsoft, возможно, не откажется от подписки, будет ее продвигать и дальше, ибо все равно видит в этом перспективу, но у игроков будет еще меньше смысла брать конкретный Xbox, если они будут делать ту самую новую стратегию. Ну вот просто рассудите. Вы покупаете Xbox ради Индиана Джонса, Хеллблейда 2, или даже, представим, ради Форза или Хейла, или бог с ним, там, ради мультиплаформы. Но эти игры будут на плойке, и если же на Xbox они будут а-ля бесплатными, там, за подписку, то в целом это да, плюс. Но это мало будет сдерживать многих игроков, потому что подписка и сейчас она, как бы, не особо рвет продажи. Поскольку если игра хорошая, то вы ее без проблем можете купить на плойку. А на ней пока вас ждут игры, которых нигде не будет, лишь там на ПК через годик или дальше, но никак не на Xbox. Я все еще уверен, что игры держат игроков на консолях, и, соответственно, где их будет больше, и где их будет самое главное круче, тот и выиграет. И если же плойка получит большую часть действительно важных эксклюзивов в консоли Xbox, то, поверьте мне, многие задумаются на следующий год купить плойку. Да и встрейдинг, там, я не знаю, какой-нибудь Росомаха, продолжение Человека-паука, Last of Us 3, и к тому же, хитовые эксклюзивы для Xbox. Конечно, если и другие платформы задумаются это сделать по отношению к Xbox, то тогда совершенно другой разговор, но глядя на нынешние реалии, это вряд ли. Другие игроки на рынке держатся за свои игры, и пока, даже по слухам, никто не планирует сливать свои эксклюзивы на Xbox. И это, кстати, одна из самых проблем для зеленой консоли в этой стратегии, поскольку ей не собираются что-то давать взамен. Я прекрасно понимаю, что СНГ аудитория, особенно новички, которые тусуются чаще всего в комментариях, будут затирать про удобство, экономию, содержание консоли и так далее. Это действительно важно и круто, и Xbox в этом выигрывает. Но вы пропускаете самое главное – количество игроков на консоли Xbox и общие его продажи. Несмотря на то, что вы и видите эти победные заголовки про очередные рекорды по количеству онлайна, про выросшие там продажи консолей – это просто громкие заголовки, которые делают просто магию цифр. Ибо если в конце глянуть на продажи всех консолей Xbox, опять окажется позади. Поговаривают, что даже тот же Xbox Series менее актуален, чем Xbox One. Просто вдумайтесь в это. Для игроков на самом деле на продажу должно быть все равно, но самое важное в этом то, что Microsoft это уже не удовлетворяет. Они выходят с гонки конкретной консоли и делают упор на том, что даст им больше денег. Иметь постоянных пользователей конкретно на собственной консоли им уже не особо нужно, отчего проще выпустить свои игры где-то еще и зарабатывать уже на них. И после реализации всех этих идей, те самые преданные фанаты могут реально задуматься с переходом на другую сторону, отчего консоль станет еще более ненужной. И после реализации всех этих идей, те самые преданные фанаты могут реально задуматься с переходом на другую сторону, отчего консоль станет более ненужной и просто может занимать либо там некую нишу, или существовать для галочки. Без особых преимуществ для новичков, либо не существовать вообще. А это как минимум очень сильно будет вредить конкуренции, которые уже так себе. Просто глядя на эту ситуацию, уже на консоль кладут нефиговый болт, возьмите тот же Baldur, сколько они выпускали и сколько они могут починить сохранение, хотя на других платформах все нормально. Возьмите разницу в геймпадах и в гаджетах, например, Sony. Тут просто нужно понять и признать, что Microsoft уже давно не продает консоль, что в целом надобность в ней может просто раствориться. Но это не говорит о том, что Xbox полностью умрет. Нет, они не зря столько студий купили, они выйдут на мобильный рынок, они будут продолжать сервис геймпад, скорее всего. Кстати, не удивлюсь, если на взаимовыгодных условиях после отказа от консоли, если вдруг такое случится, они смогут сделать его на других платформах. Ну, я имею в виду про подписочку. И в итоге в будущем мы можем получить от Xbox лишь его название, как бы грустно это ни звучало. Я просто сам по себе заядлый консольщик, и я хотел бы, чтобы моя любимая платформа развивалась, но я не вижу развития и вряд ли увижу, поскольку те времена, когда ты ждал новую консоль, видел ее все преимущества, сравнил, надеялся, что она сделает еще больше крутую какую-нибудь там игру, дабы стать лучше. Но, увы, это просто все несбывшиеся надежды. Xbox, если, опять же, это окажется правдой, возможно, свернет в совершенно другую сторону и потеряет при этом самых верных фанатов, отчего сама консоль, опять же, потеряет смысл. Чтобы понять мою мысль, нужно сейчас смотреть в глобальном плане, а не только на себя, как вам нравится сильно Xbox, и не только на СНГ в комментариях, в тематических пабликах, которые на боксе лишь из-за халявы, а вообще, в принципе. Xbox, к сожалению, в этом очень сильно проигрывает, от чего пострадает консоль, как бы она не была хороша в каком-то плане. Конечно, поглядим, как будет, может быть, это все большая утка, но что-то мне так не кажется. Поэтому будем ждать подробностей, в ближайшее время узнаем правду. Поэтому, если видос понравился, подписывайтесь на канал, пока он еще держится на тематике Xbox, и обязательно пишите свое мнение на этот счет. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok